Дорогие гости моего канала и уважаемые подписчики. Продолжаем дальше сборку ГАЗ-М от фирмы Звезда. Для того, чтобы нанести на неё камуфляж, мне нужно сделать на неё маски. Как я говорил ранее, маски я буду делать с Патафикса. Очень хорошее средство для нанесения масок и хорошо удаляется с краски. Но, вот хочу ещё вас предупредить, когда вы красите модель в базовый слой, нужно дать хорошо просохнуть краске, а потом уже наносить маски. И также, если вы нанесли маски, желательно побыстрее покрасить модель и снять эти маски. Потому что, как-то я один раз забыл снять маски вовремя и немножко были сложности снять аккуратно маски. Вот так же я и на колёсах забыл снять маски. Уже прошло около недели, но буду снимать. Она тогда сильно въедается и дольше времени будет затрачено на снятие маски. Ну и опять же, если краска была плохо просушена, может, конечно, и снять немножко краски. Хотя у меня такого никогда не было. Я даю не менее суток, а то и двое даже, если есть время, на просушку модели. Вот видите, неделю назад сделал маски на колёса, покрасил их и забыл снять. И теперь надо хорошо промакивать, чтобы этот потафикс, который немножко въелся, отлипал. Ну, краску он не снимает. Ну, и так на каждом колёсике буду снимать, на каждом колесе. Снял и опять же, начинаю вот так вот забирать на себя остатки вот этой липучей клейкой массы. Ну что, с колёсами мы закончили снимать маски. Теперь будем наносить маски на автомобиль. Что хочу ещё сказать вот по потафиксу. Я его снял с колёс. Чем он хорош? Тем, что он многоразовый. Я его слепил, все эти части вместе. Сделал одну такую колбаску. Немножко взял нового. Добавил, чтобы смешать. Ну, и начинаю разминать. У меня одной пачки потафикса хватает примерно на 7-8 моделей. Ну, потом я его уже выкидываю, потому что становится сильно грязный. Уже теряет свои клейкие свойства. Ну, говорю, на 6-8 моделей хватает его вполне. Ну, чем хорош можно делать? Толстые, тонкие колбаски. Кому как нравится. Изображаем камуфляж. И приклеиваем его на модель. На модель. Вот примерно вот так вот наносим его. Ну, мне не надо толстые. Я буду делать потоньше. Камуфляжный цвет. Да, и кстати, что еще хочу сказать. Мешал я, хотел сделать цвет охра. Мешал краски на глаз. Сейчас в банке она цветом таким, как надо. А после нанесения краски на модель, она превратилась вот в такой красивый шоколадный коричневый цвет. Но я посмотрел, мне сам цвет понравился. В принципе, я думаю, как с 4БО он будет очень даже красиво гармонировать. И я решил его оставить. Камуфляж коричневый будет более тонкие полоски. Хочу сделать. А зеленый цвет будет большую площадь занимать на модели. Вот так вот. Размял. И начинаю его приклеивать. Для приклейки, ребята, использую тыльную сторону кисточки. Чтобы не было поддувов краски под Афикс, его надо по краям хорошо приклеить. Желательно даже перед покраской еще раз пройтись по нему, чтобы, не дай бог, где-то не задралось. Потому что, когда поддувает, потом кисточкой, ну, как-то незаметно и более некрасиво получается, когда подмазываешь. Поэтому лучше постараться избежать этих поддувов, и вам будет меньше работы. И все-таки камуфляж будет, если надо, резкая граница. Все-таки он будет намного красивее и более четче. Ну да, иногда приходится и кисточкой подправлять. Ну, как бы это небольшие издержки в нашем хобби. Ну, продолжаю клеить маски. Поехали.